Сегодня у нас ТД артбук искусства Джима Бёрнса. Гиперсвет, твердый переплет, матовая обложка из 160 страниц. Экземпляр артбука для обзора предоставлен издательством Фантастика Книжный Клуб. Даже если вы никогда не слышали имя Джима Бёрнса, вы наверняка были знакомы с его работами, сами тому не понимая. Но это при условии, что походы в книжные магазины наполняют ваши полки научной фантастикой и фэнтези. Бёрнс английский художник, с начала 70-х создающий обложки и иллюстрации для книг таких авторов, как Гарри Гаррисон, Питер Гамильтон, Роберт Сильверберг, Джо Холдеман и многие другие. Многие из этих работ и опубликованы в этом артбуке. У каждого выдающегося художника есть свой стиль, фирменный почерк, любимые персонажи и объекты. У Бёрнса это прежде всего огромные футуристические и тщательно проработанные космические корабли. Интерес к летающей технике появился у Джима неспроста, в его биографии был даже непродолжительный опыт службы ВВС, но по словам художника он был не очень удачным, зато наверняка повлиял на творчество. Также для Бёрнса характерна тема контакта, герои и героини его полотен регулярно появляются в антураже выдуманных миров, в компании странных инопланетных существ, демонстрирующих, что разумная жизнь во вселенной может принимать самые разные, порой парадоксальные формы. Зачастую у этих существ большие глаза и есть шерсть. Это тоже фишка художника. Космос Бёрнса ярко бесконечен. Это не просто бездонная пропасть пустоты, это бескрайние территории жизни, где каждый уголок, каждая планета выглядит оригинально, поражая пейзажами и ландшафтами, на которых кипит жизнь во всем своем феерическом многообразии. Не только техника выглядит здесь невероятно реалистично. Тщательно проработанными получаются флора и фауна дальних миров. Гиперсвет состоит из нескольких частей. Первая из них – плавание в бездне, демонстрирует лучшие картины и иллюстрации в жанре классической научной фантастики за более чем 40 лет, а также неизданные полотна язычного архива, нарисованные на заказ вещей и работы в цифре. Вторая часть артбука гораздо меньше по объему. Называется «В страну фей». Здесь собраны фэнтези и иллюстрации художника, нарисованные для оформления романов Джека Венса, Дэйва Дункана, а также книг Джорджа Мартина. И сами понимаете, какого цикла. Но гораздо больше здесь работ из личного архива, зарисовок и частных заказов. Что поделать? Хотят люди видеть на стене драконов, большеглазых эльфиек и мало одетых воительниц. Наконец, последние страницы книги приглашают на встречи с иным. В место, где сочетаются образы странные, порой сюрреалистические, где неясна грань между фантастикой и фэнтези. И где реализовываются самые странные фантазии заказчиков. Инопланетяне и дерзкие гонщики, древние существа из готических романов, стимпанковые создания, распятые птицы и забытые кровожадные боги. Что это и откуда взялось? Обо всем этом, а также о своей карьере, первых творческих успехах и неудачах и об истоках вдохновения читателям расскажет сам Бернс. Это очень красивый и просто классный арт-бук, да и путешествие по множеству миров. Его вы можете приобрести в официальном магазине издательства «Фантастика. Книжный клуб». Ссылка будет в описании. И поспешите, тираж всего 1000 экземпляров. Ну и как всегда, не забывайте подписываться на канал, ставить пальцы вверх, лайкать и репостить видео ВКонтакте, где, кстати, я выкладываю фото-превью новых комиксов. Информационный партнер – Комикс Сойд.